Итоги реализации Республиканской адресной инвестиционной программы прошлого года обсуждали сегодня на еженедельном совещании у главы Чуваши Михаила Игнатьева. На финансирование объектов Республиканской адресной инвестиционной программы в 2017 году было выделено более 5 миллиардов рублей. Благодаря этому удалось сделать немало. Открыли свои двери детские сады по улице Роза Люксембург и в микрорайоне Садово в Чебоксарах, общевразовательная школа в Цивильске. Кроме этого завершены строительство автодороги в Новом Городе, реконструкция здания гимназии номер один в Марпасаде, ремонт котельной, учебного корпуса и общежития Канажского транспортно-энергетического техникума. Во многих муниципалитетах появились новые ФАПы, стадионы, спортивные игровые площадки. Но ряд объектов так и не был сдан в эксплуатацию. По реконструкции автомобильной дороги тоже проектировщик, индивидуальный предприниматель Ельцев был, с которым сегодня в одностороннем порядке контракт расторгнут и проектировщик, внесенный в реестр недобросовестных поставщиков. По автомобильной дороге Валикас, Варунарском, Брестинском и Шабрадинском районах подрядчик «Партнер Холдинг». Тоже за неисполнение «Партнер Холдинг» включен в реестр недобросовестных поставщиков. Те, кто сорвал выполнение инвестиционной программы, попали в реестр недобросовестных поставщиков. В 2017 году этот список пополнили 26 организаций и 9 индивидуальных предпринимателей. А это значит, что им будет закрыт путь к участию в аукционах и тендерах. Вы должны комплексно оценить, какие еще у них партнеры, аффилированные лица. Учредили другие фирмы, которые хотят уйти от ответственности. Это у нас в практике происходит. И какая ситуация складывается в перспективе по этим недобросовестным подрядчикам. В 2018 году на финансирование объектов Республиканской адресной инвестиционной программы планируется направить тоже более 5 миллиардов рублей бюджетных инвестиций. В планах ввод в действие 46 объектов капитального строительства, в числе которых Республиканская кадетская школа, садики в Новом городе, микрорайоне Соленоя, спортивная школа в Маргаушском районе и другие. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика.